Наш мозг, наша дефолт-система – это такие самообучающие нейроновые связи, которые и формируют решения, формируют мысль, формируют, даже ставят вам же задачи. Вы дефолт-систему озадачиваете своим сознанием, а она перерабатывает на основе своего богатого опыта, я не думаю, что вам пять лет, и вы вновь увидите конструктивность или ложность поставленной задачи. А вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание, как часто какие-то упертые верования, верования «я могу, и мне всё дастся», хер тебе, что дастся по морде твоей наглой. Ты можешь поставить задачу, а выполнять придётся самому, а не Вселенная дастся. И вот это ложное верование всегда обрубает постановку дефолт-системы к решению. Ну, какие-то костные догмы, ну, у меня не получится, а ты пробовал. Или перекладывание ответственности, ну, там кто-то другой что-то сделает, кто-то мне поможет, я вот спрошу гуру, я спрошу психолога, они мне напишут, как это делать, и я, блядь, это сделаю. Вот эти суеверия, эти какие-то эзотерические ритуалы, какие-то догмы, костное мышление ограничивают ваши возможности и не дают раскрыться вашим потенциалам. А у вас потенциалы есть в дефолт-системе, вы их просто в рамки поставили. Вот много в интернете фреймы, нельзя фреймы ставить, нельзя рамки ставить, надо в дефолт-систему давать информацию через таламус при помощи ретикулярной формации и не мешать, не мешать создавать новые нейроновые связи. А дефолт-система сделает это, если вы не будете ее вот так ограничивать какими-то догмами, какими-то ложными убеждениями.